Всем добрый день! Вы на канале Любимая Дача. Меня зовут Оксана, Иркутский район. Сегодня 24 сентября. Сейчас я расскажу, что я делаю в своей томатной теплице, для того, чтобы быть с урожаем с начала июня и до конца сентября. За неделю еще покраснели помидорки. Я их показывала в обзоре. Сейчас все красные буры я собрала. Вот такая картина у меня еще осталась. Я обрезала лишние листья, лишние пасынки, которые выросли на тех томатах, которые еще... Есть еще вот такие помидорки, и они могут еще порасти. У нас обещают сейчас теплую неделю без заморозков по ночам. Ночью плюс один, плюс два будет. У меня здесь в теплице включаются инфракрасные обогреватели. На плюс десять я их сейчас настроила. И вот эти вот томаты еще могут у меня порасти. Я обрезала листья, пасынки, хорошо полила. Всю теплицу прямо пролила. Здесь у меня в теплице выросла горчица белая. Это сидират. Эту горчицу я потом порублю лопатой и зарыхлю просто в землю. Ну, также растут салаты у меня. Редесочка здесь подрастает. Вот уже она такая налилась нормальная. Горчицу можно тоже есть. Перчики еще остались. Растут красные собрала, зелененьких еще много. Это острые перчики. Я их сажу в томатную теплицу. И все лишние томаты, на которых уже, ну, либо совсем маленькие попурышечки были, либо еще там не было томатов, я их просто убрала. Я не выдергиваю томаты с корнями. Обрезаю их вот так 10 сантиметров от земли и корни оставляю в земле. Для того, чтобы сейчас тепло, я буду поливать. И у меня здесь будет перегной прямо на грядке. Это удобряет почву. Горчица вредителей прогоняет. Оздоравливает почву от болезней. Болезни у меня только кладоспориоз. Но я его за болезни не считаю. То есть те болезни, которые не вредят урожаю, я не считаю за болезни. Поэтому фитофтура у меня не бывает. Буду поливать в теплые дни. Обязательно буду поливать для того, чтобы в почве происходили вот эти процессы. Чтобы корешки томатов, которые я обрезала, перегнивали. Весной я просто вот так их легко дерну, и они вытащатся. И все, и буду рыхлить потом почву. А осенью я попозже уберу томаты. Порублю вот эту всю горчицу лопатой просто. Обязательно вымою все стенки теплицы. С зеленым мылом вымою. И потом из шланга все это прополощу. Уберу все вот эти веревочки. Прошлогодние никогда не оставляю. То есть убираю, выбрасываю из теплицы все. Чтобы не оставалось никаких вредителей. Если на них не зимовали, никакие там микроорганизмы. Почву я никогда не перекапываю с переворотом пласта. Только рыхлю. То есть осенью я заделаю в землю горчицу сидераты. Вымаю теплицу. И на этом все. Больше ничего не суперфосфат. Ничего я добавлять не буду. Я не копаю почву никогда. Десять лет уже у меня не болит никакая спина. То есть это не тяжелое такое огородничество. Я не пользуюсь химическими удобрениями. Почему не пользуюсь? Потому что я выращиваю в своей почве микроорганизмов, червяков, которые делают почву плодородной, без химии. Если начать пользоваться химическими удобрениями, то мы убьем все эти микроорганизмы. Поэтому я этого не делаю. И если вы хотите попробовать, попробуйте. Начните с одной грядки. У меня очень много знакомых, которые вообще не понимали, ну как это можно не копать, не перекопать весной и осенью грядки. Суперфосфат не добавить, не будет урожая. Но я-то с урожаем. И я же вам показывала, что помидоры свои мы едим, начиная с 10 июня и заканчивая октябрем месяцем, когда они уже просто замерзают. Когда погода уже не дает им расти просто-напросто. Вот эти перцы растут у меня в мешках. Почему в мешках? Они не вошли в теплицу. Я их сеяла 1 февраля на рассаду. Вот они вот в таких мешках из-под рассады, без единого подкормки удобрениями. Я их подкармливала золой разведенной. Настоянной травой, перегноем настоянным. И все. И они прекрасно до сих пор еще растут. То есть они... Я их просто занесла в теплицу. У меня их было много. Но посмотрите, вот они все равно плодоносят. Заморозки уже были минус 4. Они тут в теплице пережили под обогревателем. Все с ними нормально. На них завязи, они цветут. То есть они абсолютно нормальные. Вот эти растения без всяких подкормок и удобрений. Поэтому, во-первых, это дешевле. Не нужно покупать эти удобрения. Не нужно копать землю, надрываться. Нужно что делать? Нужно выращивать бактерии, которые живут в земле. Не мешать им жить. Не переворачивать пласт земли. Обязательно почву нужно мульчировать. Не должно быть голой земли никогда. В природе же не бывает голой земли. Вот и у нас не должно быть в огороде голой земли. То есть закрываем скушенной травой, опилками, листьями, сорняками, с полотами, чем угодно. Сидиратами. То есть всегда, чтобы земля была прикрытой. Она будет хорошая, рыхлая. И это будет компост прямо на грядке. Ну, а сейчас теплица у меня выглядит вот так. Пока я эти томаты не убираю. Пока погода нам позволит. Но если пообещают крутые заморозки, например, там минус 7, там минус 8, или снег пообещают, я что сделаю? Я все вот эти крупненькие томаты зелеными тогда соберу. Положу их, ну, куда-то там в доме, в какое-то место. И они будут уже дозариваться уже в доме. А растения перед заморозками. Ну, успею, беру, не успею. Просто так оставлю. А потом обычно бывает опять оттепель. И потом еще можно в теплице будет прибраться. Ну, прибраться, еще раз говорю, убрать все веревочки, помыть теплицу обязательно, порубить сидираты, порыхлить почву и обязательно пролить перед зимой. Триходерму я вношу только весной. Под зиму смысла нет такие препараты. Беопрепараты вносить все равно это все. Замерзают и они работают только при плюс 15 градусов. Поэтому сейчас вот такие работы у меня происходят. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Всего доброго. Всем хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.